Привет! Сегодня мы изучаем функции. Функции — это очень классная вещь. Они позволяют выполнять одни и те же действия много раз. Нам не придется писать много раз одно и то же, как это было на прошлом занятии, например. Что такое функции в программировании? Они, вообще говоря, отличаются от функций в математике, потому что математические функции могут только принять какие-то параметры, перемены или еще что-то, и дать ответ. А в программировании функции умеют гораздо больше. Они могут что-нибудь делать. Давайте сразу смотреть на примере. Пусть нам нужно посчитать наибольший общий делитель двух чисел. Что такое наибольший общий делитель? Это наибольшее положительное число, на которое делится и первое из чисел, и второе из чисел. Например, если у вас есть две пиццы, одна там разрезана на 12 кусочков, другая на 8 кусочков, и вы хотите узнать, на какое максимальное количество людей можно там раздать и первую пиццу, и вторую. Ответ правильный — 4. Это и есть наибольший общий делитель. То есть на четверых можно разделить и ту пиццу, и другую. На 6, на 8 уже нельзя. Вообще, функциями мы умеем пользоваться. Мы уже делали функцию main. Мы пользовались уже готовыми функциями. Так что ничего сложного не будет. Вот так создается функция gcd, greatest common divisor, наибольший общий делитель. Она принимает на вход два параметра. Раньше мы такого не делали, но все довольно просто. int a, int b. Что это означает? Это означает, что мы считаем функцию от двух чисел, и можем вызывать ее, в принципе, от любых чисел, арифметических выражений, чего угодно. Они будут подставляться на место a и b. Как считается наибольший общий делитель? По алгоритме и вклида, который изучают в младшей школе. Я сразу напишу очень крутую версию, а потом объясню, как она работает. Пока b не равно нулю, что мы делаем? Заводим временную переменную, в которую кладем остаток деления a на b. Затем в b кладем a, а в a кладем это самое c. Когда у нас цикл закончится, b станет равно нулю, то в переменной a окажется как раз наш наибольший общий делитель. Но если вы вспомните младшую школу, там был подсчет наибольшего общего делителя с вычитанием, мы заменили вычитание на взятие остатка отделения. Так будет работать быстрее. И теперь, когда мы знаем, где находится наш наибольший общий делитель, мы возвращаем это значение. Вернуть значение — это, по сути, подставить на место вызова функции, в то место, где оно вызывалось, то значение, которое функция вернула. Давайте сведем две переменные. Называть их можно по-другому. Они не имеют никакого отношения к тем переменным, которые находятся в функции. Считываем их. И можем сразу напечатать результат выполнения функции поиска наибольшего общего делителя. Запускаем. Проверяем. Неправильно. Отлично. Значит, у нас где-то ошибка. Давайте еще раз поучимся искать наши ошибки. Брекпоинт можно поставить и внутри функции. Ну, или выполнять нашу программу по шагам. Кнопка F11. Step Inter. Вот здесь уже появляется разница между Step Over и Step Inter. То есть, войти в функцию — это F11. Не входить в функцию, а пропустить ее и сразу получить значение — это кнопочка F10. Почти везде они такие же, как Visual Studio. Но нам нужна F11. Считываем числа N и M. 12 и 8. И заходим внутрь функции. Вот мы оказались здесь. Сделаем переменные A и B, чтобы видеть их текущие значения. Ну и C. C пока что еще не существует, потому что она есть только внутри цикла. В C оказалась четверка. В B оказалась 12. В A оказалась четверка. Произошло что-то не то. Вот здесь у нас, похоже, где-то ошибка. Давайте посмотрим еще раз. Вот у нас A превратилась в ноль, а B осталась равно четверть. Ну, есть два способа решить эту проблему. Либо дожидаться того момента, пока A не станет равна нулю, либо менять местами внутри цикла. Мы поменяем. Значит, в A мы будем класть старое значение B, а в B будем класть значение C. Посмотрим, что действительно проблема исправилась. Да, теперь оно считает наибольший общий делитель правильно. С помощью нашей функции поиска наибольшего общего делителя можно решить еще одну классную задачку. Сократить дробь. Как мы это будем делать? Мы хотим найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя, и каждый из них разделить на этот наибольший общий делитель. Получится ровно то, что нам нужно. Для этого нам понадобится функция. Функция ничего не будет возвращать. Она будет менять значение переданных переменных непосредственно. Сейчас я покажу, как это делается. VoidReduce. Void означает, что ничего не возвращаем. Сейчас я напишу немножко магии и объясню, что это такое. Значит, смотрите. Здесь, в GCD, в наибольший общий делитель, я передавал переменные безо всяких значков. IntA, IntB у меня написано. Это означает, что у нас будет создана локальная переменная, которая видна только внутри функции GCD, и в нее будет скопировано то значение, что нам передали. Вот мы вызываем от n, m. Сюда будет копироваться n и m, соответственно. Если мы их меняем, то это изменение происходит только внутри функции. А наши переменные n и m меняться не будут. Если мы передаем по указателю, для этого ставим ampersand, то на самом деле не создается никаких копий, а функция непосредственно может обращаться к тем данным, которые ей передали. То есть ей передается место в памяти, где лежит переменная. Если мы что-то меняем, то она меняется везде. Итак, как нам сделать сокращение дроби? Посчитаем наибольший общий делитель числителя и знаменателя. Затем A разделим. Можно это делать сокращенной записью. И B разделим на него же. Когда мы хотим вызвать функцию void, то мы никаких присваиваний не пишем, а просто пишем имя функции и передаем ее параметры. Здесь изменится непосредственно значение в переменных n и m, так что напечататься нужно их же. Пусть у нас будет не 12 восьмых, а 8 двенадцатых. Все хорошо. За исключением того, что я опять забыл поставить пробел. 8 двенадцатых — это 2 трети. Ну, здорово. 2 трети — действительно несократимая дробь. В этой программе у нас есть целых три функции. Main, Reduce для сокращения дроби и GCD. Ничего страшного не происходит, если одна функция вызывает другую. Все довольно просто и понятно. Как только у нас появился вызов функции, работа программы переходит в нее и выполняется вся эта функция, когда она возвращает какое-то значение, то мы возвращаемся к тому месту, где мы ее вызвали. Ничего страшного не произойдет, если функция будет вызывать саму себя. Это называется рекурсией. Ей очень любят пугать, но на самом деле вещь очень простая. У вас есть функция, как последовательность команды. Ну, какие действия она должна выполнять. А память у каждого экземпляра функции своя. Пусть у вас есть миллиард людей, у каждого есть листочек, на котором можно записать несколько чисел. Вы хотите взять последовательность длиной в миллиард и записать ее задом наперед. Понятное дело, ни у кого целиком последовательность на листочек не влезет. Он может записать максимум несколько чисел. Как мы будем выполнять эту задачу? Мы будем подходить к очередному человеку, называть ему одно число, а затем идти к следующему. Когда мы назовем все числа, последний человек толкнет в бок предпоследнего и скажет, все, давай называть обратно. И в обратном порядке они так постепенно будут толкать друг друга локтем вбок и называть числа. Получится развернутая последовательность. Напишем это в виде программки. Нам понадобится функция, которая будет считывать одно число, запоминать его, передавать управление следующему, а когда ее толкнут вбок локтем, писать число. Как сформулировать задачу целиком? Пусть у нас есть последовательность чисел, оканчивающихся нулем. Необходимо вывести ее заданно вперед, не используя векторов, массивов, ничего. Итак, рекурсивная функция. Это вот один наш человек. Для него должна быть написана инструкция. Что он должен делать? Во-первых, он должен завести себе коробочку для хранения чисел, считать туда свое число очередное, которое мы назвали. Если это число не ноль, то что нужно сделать? Нужно сказать следующему человеку, твоя очередь работать, то есть вызвать рекурсивную функцию. А затем, когда она отработает, то есть тот человек уже сам поработал, и всех, кто после него тоже заставил работать, и закончил свое дело, пришло время сказать, что же мы запомнили. Ну а если число было равно нулю, то просто не нужно ничего делать. Теперь нам достаточно один раз вызвать функцию, первому человеку назвать число, и все будет работать. Проверяем. Пусть у нас есть последовательность 1, 2, 3, 4, 5, 0. Смотрим. Действительно, она развернулась успешно. Без массивов. Посмотрим еще одну задачку. Как посчитать факториал? Факториал — это произведение всех чисел от 1 до n. Ну, если мы считаем факториал от n. Эту задачу можно решить несколькими способами. Можно решить рекурсивно, а можно нерекурсивно. Вообще говоря, про рекурсию есть много шуток, но мы обойдемся без них, потому что на самом деле все это очень просто и понятно. Если вы знакомы с математической индукцией, то вам будет вообще очень легко, потому что вы увидите много знакомых. Итак, функция для подсчета факториала. Принимает один параметр. Вот чего считать факториал. Как работает рекурсия? Мы делаем свою часть работы, а все остальное поручаем кому-нибудь другому и просто пользуемся плодами чужого труда. Она обязательно когда-то должна остановиться. Ну, в мат-индукции это называются там базовые какие-то условия. В случае факториала базой может выступать факториал от нуля. По определению он равен единице. То есть, если n равно нулю, то мы говорим, что факториал равен единице. Делаем ретурн один. Во всех остальных случаях, как считается факториал? Если мы хотим, например, посчитать факториал от 5, то это 5 умножить на факториал от 4. А как считать факториал от 4 нас совершенно не интересует. Нам главное сделать свою часть работы. Что мы делаем? Возвращаем n, умноженное на факториал от n-1. Запустим с какими-то конкретными значениями. Например, факториал от 5. 120. Считает правильно. В целом, схема для рекурсивных функций такая же, как у нас. Сначала ставим условия, когда рекурсия должна закончиться, но затем делаем все остальное. Эту функцию можно применить в еще одной полезной задаче. Пусть у вас есть n человек, из них нужно выбрать k добровольцев. Нужно посчитать, сколькими способами можно это сделать. Это называется c из n по k. Давайте научимся это делать. Вот наша функция c из n по k принимает на вход два параметра n и k. Сколько у нас людей всего и сколько добровольцев нужно выбрать. Из математики мы знаем волшебную формулу. c из n по k равно n факториал делить на k факториал и делить на n-k факториал. Ровно это и напишем. Факториал от n делить на произведение двух факториалов от k и от n-k. Сразу возвращаем его. Вызовем нашу функцию для подсчета c из n по k с какими-нибудь конкретными значениями. Давайте ничего не будем читать прямо. Например, у нас есть всего шесть человек, мы из них хотим выбрать трех добровольцев. Есть 20 способов это сделать. Посмотрим еще одно простое, но полезное в жизни применение функции. Напишем простенькую функцию проверки числа на четность. Является ли число четным. Параметр у нее всего один. Если у нас нет параметров функции, так тоже бывает, то тогда мы оставляем пустые скобочки, как в мейне. Собственно, bool is even. bool означает, что оно возвращает значение истинное или ложь. Будем возвращать результат подсчета логического выражения. Остатка деления n на 2 равен 0. Функция довольно простая и бесполезная, но иногда бывают сложные логические выражения, которые удобно оформить в эти функции. Когда мы пишем меньше букв, все понятно. Итак, мы заводим переменную какую-нибудь. Считываем число. И печатаем, является ли оно четным. Возвращает нам единичку. Это в случае истины. И нолик, если у нас ложь. Особенно удобно это применять в if. То есть, если is even, тогда печатаем yes. Ну или давайте печатать. Челкнем. Иначе нечетное. Работает. Если у вас есть какое-то сложное логическое выражение, то лучше его оформить в виде функции с говорящим названием. Тогда будет намного проще и писать, и читать. Ну и в целом о функциях немного. Иногда бывает полезно выносить в кусте кода функции, даже если они вызываются один раз. Почему так? Человек может держать в голове не очень большое количество разных вещей, но и применительно к программированию размер функции должен быть такой, чтобы она целиком влезала на экран. Тогда ее удобно читать, и можно понимать, что там было в начале, что там в середине, что в конце, и все видите перед глазами. Это хороший стиль программирования. Если у вас получилось длинное-длинное полотно, то его нужно нарезать на кусочки так, чтобы каждый из них был логичным и занимал не очень много места. Ну и особенно, конечно, полезно писать функции для тех участков кода, которые повторяются много раз. Например, в нашем CZNPK три раза вызывался факториал, но мы просто писали название функции, и все работало хорошо. Первая часть сегодняшних задачек довольно простая. Не нужно просто написать функции, которые будут делать то, что нужно. А вот во второй части вам придется поломать голову, потому что там будет рекурсия, а к ней нужно привыкнуть. Ну а я верю, что вы справитесь. К тому же впереди у нас довольно простое занятие, посвященное строкам. До встречи!